Сегодня в баре Би-Би Кинг опять полно народу, полно известных музыкантов, людей, все весело и очень здорово. Это не случайно, потому что здесь снова празднуют День Рождения. День Рождения нашего замечательного музыканта Анатолия Крупнова. День Рождения нашего замечательного музыканта Анатолия Крупнова. От себя лично и от лица всех поклонников и болельщиков группы хочу поздравить Толика с Днем Рождения, пожелать ему самого наилучшего всего, долгих лет жизни и, конечно же, творческих успехов. И, как говорится, хочу, чтобы его жизнь была как музыка. Ведь всем известно, что все проходящее, а музыка вечна. Пускай Толик будет вечен, будет всегда с нами и пишет музыку такую, которая находила бы спрос поклонников Толика Крупнова. С Днем Рождения, Толя! Ну что, я хочу Толику пожелать, чтобы он был всегда таким радостным, веселым и никогда не унывал. Ну, а программа Рокинрол лично, что я еще могу сказать? Я лучше покажу. У меня есть замечательнейший подарок для Толи Крупнова. Вот, и ты знаешь, так получилось, что у меня было 15 января, День Рождения, и Толик должен был мне привезти подарок. Он хвалился, что такой замечательный он мне купил подарок, он тоже не открывает все карты. В итоге я до сих пор не получил своего подарка, и приехав сегодня на День Рождения, я ему сказал следующее. Толик, ты получишь от меня подарок только тогда, когда я получу твой подарок, понимаешь? Мерзавец. Мы любим хорошую музыку. Толя Крупнов, наш старый друг, отличный музыкант, мы очень уважаем его, любим. Желаем Толе всего самого лучшего, прежде всего творческих успехов. И, а что еще желаю? Здоровья, наверное? Наверное, и побольше. Творческих успехов, прежде всего. Больше хорошей музыки. Сключенных пальцев деревьев и дней, мается чья-то душа. Время летучих мышей и теней, стрелки приблизить, спешат. Слышится воздух, кто-то идет. Двери запримет на засов. Близится грозное время, и вот, слышишь пиво и часонку. Это полночь! 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 Юр, подари что-нибудь Толе сейчас здесь. Толику подарю, конечно. Во-первых, лучший подарок это я. Вообще-то. У вас какая-то тенденция в группе? Митя лучший подарочек, ты лучший подарочек. Ну, тут ветераны, ветераны, ветераны движения, ветераны группы Черный Обелис. Хотя первый юбиляр я, в общем-то. Мне чуть пораньше исполняется 30 лет. 30-летний юбилей. Ну, тут, в принципе, раньше-позже юбилей с юбилеем. Так как лучший подарок это я, и мы долгие годы были вместе с ним. То есть, процесс вот этот, Черный Обелис, который называется. Я пожелаю ему иметь еще много таких подарков, как я. Ну, и все, что я могу пожелать, пожалуй. 30 лет для музыканта такого уровня, как Толе, это много или мало? 30 лет? Да нет, я не думаю, что 30 лет это много. Многие музыканты в данный момент... Ну, я не знаю, как с уровнем Толе. Ну, например, Black Mirror начинал в 30 лет, сдавая группу Rainbow, то же самое. То есть, практически заново. Я не считаю, что для Толи 30 лет такой возраст, который ведет к конечной точке, там, творчество и всего прочего, что связано, то есть, с концом музыкальной деятельности. Я не думаю, что это именно такой возраст. Толик, я тебя поздравляю с днем варенья. Вот, в лице как бы... Себя. Хорошего. Я от всей души поздравляю Толика с юбилеем. Желаю ему дальнейших творческих успехов. Всего самого хорошего в работе, если это можно, конечно, работой назвать, я имею в виду эту самую музыку. Не, не буду. И в личной жизни. Анатолий, мне кажется, что ты сейчас сидишь в камере. Ты такой маленький. Я тебя поздравляю. Желаю всего-всего, волос побольше, или меньше, наоборот, поменьше. По имиджу. Все, твое здоровье. Я поздравляю Анатолия Крупнова. Очень много считаем его как басиста. Ну, Толик, всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня день рождения вашего большого друга, насколько я понимаю. Что это день значит для вас? Ну, во-первых, в нашем полку прибыло. То есть к нам еще один присоединился парень, который перевалился тридцатничек. С одной стороны, это приятно, с другой стороны, грустно. Приятно, потому что после тридцати начинается самая замечательная для мужчины пора. Это пора осмысления. Так как пора накопления прошла. Но вот именно поэтому слегка и грустно. Поэтому Толик, родной и любимый, вот он будет, я думаю, смотреть всю эту штуку. Ты уже большой мальчик. Поэтому я тебе настоятельно советую больше слушать джаза и, наконец, играть его, начать по-настоящему. Ну, а я тебе могу только добавить, абсолютно точно все Гарри сказал. Я как человек, который уже достаточно давно перевалил тридцатилетний рубеж, могу сказать, что верно, наверное, в этом возрасте начинается что-то по-настоящему происходить в мозгах у настоящего мужчины. Поэтому Толику я от души желаю, чтобы у него начался этот процесс активнее, во-первых. А во-вторых, ему желаю, и мне очень приятно, что он уже, как бы, перевалив этот рубеж, начал работать над акустическими проектами. То есть тихо, спокойно, по-матерому. Начал уже так, не спеша, не корячиться на сцене, а спокойно садиться на стул и выдавать свои мысли зрелого мужчины, пожившего и посмотревшего, и увидевшего, что это такое за жизнь. Что пожелать тебе не знаю. Ты только... В смысле, только. В смысле, Толик. Начинаешь жить. От всей души тебя желаю с хорошей девочкой, дружить. Ведь ты опять опоздал. Ты презираешь слово факси, слово телец. А фунт и крону разлегчаешь еле-еле. Ты не способен подобрать костюм у гауссу и взять ответственность, а дело испугался. Все, все, что ты мог бы успеть. Все, все, что ты мог бы создать. Все, все, что ты мог бы достичь. Ты не успеешь. И ты уже опоздал. И ты опять не успел. И ты уже... Тольф, ну как тебе на своем дне рождения-то? Знаешь, во-первых, печально, потому что, ну, как бы, 30 лет это не 29, это не 28 и 27, но весело, потому что пришли действительно те люди, которых я хотел видеть, которых я действительно хотел видеть. Это очень приятно. А скажи, тебе вот приятнее справлять свой день рождения или же гулять на каком-нибудь другом? Да, конечно, на каком-нибудь другом, потому что ответственности никакой не несешь. Так, здесь нужно что-то покупать, договариваться о чем-то там. Ну, а там просто-напросто пришел и оттянулся. Ну, собственно говоря, я пытался устроить праздник для своих друзей, по большому счету. Я могу тебе сказать, что у тебя это получилось. Ну, а скажи, вот 30 лет для музыканта, музыканта твоего уровня, это сколько? Много, мало? Это и много, и мало. Ну, я думаю, что когда-нибудь на 40, на 50, на 60, на 70 лет мы обязательно погуляем, мы обязательно встретимся, может быть, в Биби Кинге, может быть, в каком-то другом месте. И я думаю, что тогда ты отнюдь не хуже станешь играть на своей замечательной бас-гитаре, а гораздо лучше, и станешь стать еще лучше. Желаю тебе всего самого-самого доброго, и чтобы ты оставался таким, как ты есть. А, спасибо. О, да я гляжу в пут небес. Ну, вот, в общем-то, и все. Ну, вот, в общем-то, и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok